ставьте обязательно лайки под нашими видео они очень нужны нам для продвижения в системе youtube тем кто хочет помочь нашему каналу для для них есть единственная возможность это перечисление на наш расчетный счет который мы показываем в каждой нашем выпуске и за каждый рубль который мы получаем мы вам безмерно благодарны что-то уж очень о многом на минувшей неделе молчит бст но мы как обычно стараемся рассказывать вам обо всем что происходит в республике и вокруг нее они только о мнимых успехах и достижениях команды х на минувшей неделе финансовый университет при правительстве российской федерации опубликовал исследование качества жизни в крупных городах россии за второй квартал 2022 года уфа в этом рейтинге не вошла даже в 25 городов с более или менее приличным качеством жизни самый низкий балл город уфа получила как ни странно за медицинское обслуживание ниже среднего по стране у нас уровень жизни горожан качество экологической среды доступность недвижимости условия для ведения бизнеса то есть практически все основные базовые ценности и качество проживания в крупном городе у нас ниже среднего по стране видимо этот рейтинг как-то загадочным образом ускользнул из поля зрения администрации хабирова его не успели причесать проплатить или адаптировать как это происходило с другими рейтингами еще раз обращу ваше внимание на то что это не какой-то независимый рейтинг какого-нибудь вражеского агентства это рейтинг правительственного института правительственного органа при правительстве российской федерации то есть здесь сомневаться наверное в предвзятости непредвзятости не приходится если уж на таком уровне качество жизни в Уфе оценено вот так то наверное уже надо начинать беспокоиться ну и собственно вот подобные рейтинги которые время от времени прорываются все-таки в публичное пространство как нельзя лучше характеризует результаты работы ради фаритовича за истекшие три года на минувшей неделе была опубликована и статистика по средней зарплате в российской федерации и в регионах республика башкортостан отстает от средней российской зарплаты населения примерно на 20 25 процентов то есть по россии средняя зарплата составляет 62 тысячи 400 рублей по республике башкортостан этот показатель составил 44 тысячи 900 рублей но если уж мы не дотягиваем даже до среднего показателя хотя раньше мы все время где-то вот сидели в середине то тут конечно говорить о каких-то серьезных достижениях нельзя ну и конечно же бст промолчит о том что в первом полугодии минфин республики башкортостан не выполнил план по сбору поступлений в местный бюджет и собственно вот это немножко противоречит бесконечным заклинаниям дорогого ради фаритовича регулярном росте индекса промышленного производства о благоденствии малого и среднего бизнеса и прочей чуши которые он время от времени выдает но как же так если промышленное производство растет то и поступление в бюджет должны расти это абсолютно взаимосвязанные величины но однако у ради фаритовича как-то немножко разошлись показания у него в его воображении в его представлении растет промышленное производство но при этом минфин не может собрать даже то что запланировал собрать бюджет республики как известно если проблемы не решать а замалчивать или просто отрицать их существование от этого они никуда не денутся собственно это мы сейчас наблюдаем у нас в республике и то о чем перестали говорить местные сми или попросили не говорить те сми которые не до конца подконтрольны хабирова но все-таки его слушаются это не говорит о том что проблемы исчезли решены или рассосались но начнем с того что профильные службы потребовали обосновать бюджетные траты на покупку вертолета камова за 1 миллиард рублей лесных пожаров в этом году в башкирии в девять раз меньше чем в прошлом году и здесь вовсе не заслуга вертолета или мчс просто такая была погода вертолет простаивает причем простаивает не бесплатно а потому что даже когда он стоит на земле и не летает все равно нужно тратить на него деньги нужно оплачивать его парковку его содержание его техническое обслуживание прочее прочее вещь довольно сложная и дорогая и вообще вот это вот вертолета мания команды хабирова она скорее всего зиждется на каких-то не утоленных детских комплексах когда не наигрались не налетались и не нас не не недополучили какого-то вот этого вот мальчикового удовольствия но это еще пол беды еще здесь есть такой мотив что судя по всему покупая вот этот вот вертолет камова за миллиард рублей хабиров вероятнее всего просто пытался сделать приятное господину чемизову ростеху вертолеты которого перестали покупать вообще по всему миру и у нас в россии в том числе в россии потому что нет денег ну мы это конечно богатые а у остальных денег нет а в мире ну по известным причинам значит вертолеты камова перестали вообще приобретать недавно вот малайзия отказалась от крупного контракта и тут ради фаритович решил чем за сделать приятное ну как обычно же за наш счет на минувшей неделе череда кровавых дтп и происшествия на дорогах продолжилась кратко могу перечислить только самые яркие из них гафурийский район лангкруизер победил вас 2105 в результате труп кушнариковский район наезд на ребенка ребенок в больнице с многочисленными травмами коридельский район фольксваген пола победил калину в результате труп трассу уфа челябинск один труп четверо в больнице и глинский район труп и так далее и так далее народ гибнет у нас как на войне на дорогах республики башкортостан хабиров чет там вяло рассказывает о том что 40 процентов плана по ремонту дорог выполнены видим остальные 60 уже будет в снегу выполняться вот такие вот черные лебеди продолжают летать над головой ради фаритовича и дтп и смертность на дорогах не единственная проблема продолжаются акции протеста дольщиков и пайщиков в республике голодовка пайщиков жска дуслык строй продолжилась уже двое участников этой голодовки госпитализированы по состоянию здоровья хабиров продолжает по его выражению не вести переговоры с террористами непонятно чего он ждет может быть он ждет что кто-нибудь умрет на этой голодовки не дай бог конечно возможно это будет для него результатом но хабиров делает вид что этого не существует подослал туда гайсину которая там что-то там по махал руками порассказывала как она ничего не может сделать и исчезла и в общем-то на этом все закончилось кроме акции жска дуслык строй на минувшей неделе прошел пикет дольщиков менделеевского треугольника которые около мэрии уфы выразили свое недовольство и возмущение тем очковтирательством которое явила мэрия и госком строй на минувшей неделе они обращались господин ковшову и к мэрии уфы с вопросами когда же им наконец сделают нормально в их вот этом страшном доме на менделеевском треугольнике целый список претензий и как бы нарушений которые они выявили своих квартирах никто не хочет замечать потому что ковшов уже поставил галочку все вскричали ура и разошлись подсчитывая прибыль от построенных новых корпусов на земле вокруг менделеевского треугольника урат мира мавлеева неожиданно поднялись цены причем сразу в два раза строительство трех крупных инфраструктурных проектов в уфимском забили внезапно подорожало с 8 аж до 16 миллиардов рублей надо пояснить что этот проект финансируется в основном за счет федеральной программы стимул и если условия предоставления финансовых средств не будут выполнены они прописаны в соглашении то придется денежки то вернуть федеральное казну вот эти вот почти 5 миллиардов рублей придется возвращать с огромным трудом экономический блок правительства эти деньги вытащил из федералов и вот сейчас есть риск того что эти деньги придется возвращать ровно так как возвращает вернее требуют вернуть сейчас деньги которые были выделены злосчастным беляеву кучербаеву на строительство тех очистных сооружений по федеральной программе фонда поддержки моногородов вот если ратмир мавлеев не исполнит условия освоения вот этих вот федеральных денег по программе стимул их придется возвращать однако мавлеев не растерялся сразу же собрал чудотворное совещание и потребовал не нагнетать а деньги отыскать ну дорогой ратмир рафилович отыскать в наше время 8 миллиардов рублей это вам не площадь горсовета на самокате объехать у людей между прочим в минфине недобор денег в бюджет а вы говорите отыскать 8 миллиардов рублей вы понимаете о чем идет речь но впрочем запасаемся попкорном наблюдаем как эту ситуацию будут разруливать потому что она действительно очень угрожающая и очень характерная на самом деле для вот этой вот нашей новой мэрии и вот это вот нефтекамского шапито который у нас собрался на горсовете в общем ну посмотрим как они выкрутятся из этой ситуации вчера прошел первый суд первое заседание суда над юрием шевчуком в уфе важнейшим решением было то что суд остается в уфе и не переедет в санкт-петербург как об этом ходатайствовал адвокат юрия юлиановича ну и собственно два главных момента которые случились на этом суде который хочется обсудить и обсудим какие же перспективы дальше первый главный момент это то что адвокат юрия шевчука александр перед рук в общем то сделал революционное заявление он в отличие от других защитников других попавших под эту статью решил подвергнуть сомнению конституционность вообще это из этой статьи по дискредитации вооруженных сил то есть адвокат перед рук обращается в конституционный суд сейчас в рамках вот этого процесса с требованием дать оценку насколько это статья отвечает конституции российской федерации это важно при любом раскладе при любом исходе любом ответе из конституционного суда мы даем себе отчет что это очень важный момент вторым важным аспектом вчерашнего судебного заседания было то что адвокат шевчука уже провел законную и обоснованную экспертизу высказывание юрия юлиановича и эта экспертиза подтвердила отсутствие оскорбительности и дискредитации или признаков дискредитации министерства обороны в тех высказываниях которыми оперирует обвинение то есть это очень важный момент экспертиза уже есть она принята в состав дела судом мы не знаем будет ли встречные экспертизы такие случаи бывают когда обвинение не соглашаются с выводами экспертизы в общем тут есть варианты теперь давайте подумаем чем все это может кончиться ну если версия от о том что власти поняли что авторитет шевчука им по сути не по зубам и решили слить в провинцию оправдательное решение ну такая версия существует я честно говоря не верю в нее вот нет не верю есть завиральные предположения всяких как бы юристов в изгнании которые там высчитывают сроки давности про срок давности адвокат перед рук очень четко все объяснил на суде и эта версия тоже не работает к сожалению судя по всему все-таки шевчука будут осуждать то есть признавать виновным но это мое предположение на данный момент вопрос только в том как это сделать так чтобы не вызвать окончательного отторжения отвращения к российскому правосудию потому что все-таки авторитет юрия юлиановича так велик что никакие предположения башкирских полицейских в общем то наверное в расчет широкой публикой браться не будут юрий шевчук в любом случае останется героем в глазах широкой публики и широкой общественности а вот будучи осужденным он еще окажется и ну неким страдальцем до человеком пострадавшим от этого режима вот сейчас видимо власти бьются над тем как бы сделать так чтобы этого не случилось есть у меня и хорошие новости помните а может быть не помните вот эту длинную длинную историю которая случилась аж четыре года назад вернее началась четыре года назад история с двором в черниковке по улице архитектурный дом 8 там во дворе на месте склада метеолог какие-то ловкие ребята вдруг начали строить такое вполне себе большое офисное здание которое практически заняло половину двора и общем-то лишило жителей замечательного старого сталинского дворика с садом с парком таким и так далее ну местные жители очень возмутились там были сходки там были всевозможные протесты однако те кто там стали строить были настойчивы местные жители указывали на некого строителя водолеева и депутата госсобрания ныне депутата госсобрания константина канунникова жители дома по архитектурной 8 полагали что именно эти двое в связке проталкивают и решают этот вопрос там вообще был совершенный ад с документами ну как бы с разрешительными там какие-то были подложные бумаги еще что-то в общем ну прямо детектив длилось это все четыре года и вот я на медне узнал о том что этот дом это здание незаконного воздвигнутая во дворе все-таки сносит ну возрадуемся что даже через четыре года можно получить какую-то справедливость даже в уфе то есть не быстро но получилось в общем вот это наша такая общая победа я нисколько не преувеличиваю наши роли в этой истории мы всего лишь они рассказывали но я радуюсь за жители этого дома этого двора хоть что-то получилось ну и получили как говорится по заслугам вот эти все водолеек а водолеевы канунников и ежели они причастны к этому строительству мы уже рассказывали о том что на нашем телеграм канале открытая политика мы регулярно проводим опросы наших подписчиков всю минувшую неделю мы задавали вопрос о том готовы ли наши подписчики жертвовать качеством своей жизни ради идеалов русского мира вот так вот совпало с первой темой нашего сегодняшнего выпуска что и там и здесь и завершаем это же качеством жизни так вот только пять процентов из опрошенных оказались готовы пожертвовать качеством своей жизни ради идеалов русского мира 58 процентов опрошенных категорически не готовы жертвовать качеством своей жизни ради призрачных идеалов русского мира а 37 процентов из наших респондентов вообще не в курсе что такое русский мир и каковы его идеалы. В опросе участвовало практически тысяча человек, что я считаю достаточно много для нашего растущего телеграм-канала. На этой неделе, на следующей неделе будет еще один опрос, и будет очень много интересных материалов. Они разнообразные и разные, так что подключайтесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Немного добавлю сегодня про почту нашего канала. Она, как обычно, обширна. Присылают огромное количество всевозможных материалов, фотографий, документов. Просьба, если вы что-то сложное нам пытаетесь рассказать, пожалуйста, будьте последовательны и вводите нас в курс дела. Потому что иногда бывает такая ситуация, человек долго занимается какой-то проблемой, все в ней понимает, ну и ему кажется, что мы тоже в этом понимаем. Нет. Пожалуйста, объясняйте нам максимально доходчиво, и тогда мы будем вникать. Но из последнего хотелось бы вам показать шедевры ямочного ремонта по улице Транспортной, дом 36 в Уфе и детскую площадку, междворовые проезды в самом центре Уфы, улица Цурюпа, 75, дробь 77. Ну, это, да, действительно что-то выдающееся. На следующей неделе мы вам покажем подборку остановочных павильонов, которые у нас набрались. То есть достижений у команды Хэ очень много, особенно они гордятся вот этим благоустройством. Вот такое вот благоустройство, вот такой вот ремонт мы наблюдаем своими глазами. Ну, у Ради Фаридыча, видимо, иное мнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин